Венгрия заинтересована в развитии совместных проектов в сфере АПК. Если позволит и ПИД-обстановка, то уже в сентябре торговые переговоры пройдут в Ростове. Об этом сегодня договорились Василий Голубев и министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве. Венгерские предприятия по производству пассивных семян особое внимание уделяют сотрудничеству с Ростовской областью. И сейчас мы хотим придать новый толчок именно этому сотрудничеству. Нам интересен опыт венгерской стороны, в том числе в семеноводстве. При этом в России и в Венгрии запрещено использование геномодифицированных семян. Для нас это очень важно. Это реализуется на территории Российской Федерации. И это еще не все успехи донской делегации на Петербургском международном экономическом форуме. Губернатор подписал соглашение о сотрудничестве с компанией «Балтика» в развитии производства. На Дону только в этом году пивовары вложат 270 миллионов рублей для модернизации линейки розлива. Это позволит расширить ассортимент сортов и сократить логистические издержки. Очень неплохие растут и объемы производства, растут акцизные платежи. Ну и новые требования к сотрудничеству предъявляются. Гораздо более новый уровень требуется. В этом смысле мы, конечно, благодарим правительство Ростовской области. Ростовская область – чрезвычайно важный регион для Балтики. Ну и Балтика – надежный партнер для правительства. Еще одно важное соглашение – 2 миллиарда рублей готова инвестировать компания МТС в развитие цифровой инфраструктуры региона. В том числе во внедрение и популяризацию инновационных сервисов и решений. А также решать проблемы цифрового неравенства. У нас важны не только города и большие населенные пункты, но и небольшие поселения, которые пока еще остаются в некоторой непростой ситуации. Хотя в наших совместных действиях определено, что мы находим решение, в том числе и по этим территориям. Продолжится плодотворное сотрудничество из компании «Х5 Ритейл Групп». Только сейчас в торговой сети компании работает больше 8,5 тысяч человек. Количество рабочих мест еще увеличится. Инвестор готов дополнительно открыть еще 110 магазинов на территории области. Работа на ПМФ продолжается. Ожидается, что Василий Голубев подпишет еще несколько соглашений. На полях форума традиционно проходят еще и деловые встречи. Одна из них с руководством компании «Автодор». Обсуждалась возможность строительства отдельного съезда с обхода «Акса» к Старочеркасску. Мария Индрикова, Андрей Токарев, ДОН-24, Санкт-Петербург.